Друзья, всем привет! У меня такой сложился вопрос, почему девушки и дети в нашем Юсуторском районе бывают жертвами похищений, либо просто исчезают, их долго ищут. И я вот хочу поговорить с пицеистом. Добрый день! И сегодня мы хотели поднять как раз вопрос похищений, почему же девушки становятся чаще жертвами похищениями. Первая причина самая банальная и простая. Девушки и дети становятся жертвами, потому что они слабее. Тут можно легко провести аналогию с хищником. Хищник всегда выбирает самую слабую жертву, для того, чтобы гарантировать свои результаты охоты. Точно так же действует похититель, который выходит на улицу. Как вы думаете, он выберет человека, который собранный, смотрит по сторонам, или тот, кто втыкает в телефон и в наушники? Я думаю, ответ ясен. Друзья, с какой целью похищают наших детей и профессионал вам расстрашивает? В основном рассматриваем несколько вариантов. Первый. С целью вымокательства материальных ценностей. Второй. С целью сексуального насилия. И третий. С целью незаконного трудоустройства. Родители учат детей о безопасности, но все равно это не работает. Как сделать это более эффективным? Абсолютно верно. Родители всегда общаются со своими детьми и учат безопасности. Но это обучение на уровне не общайся с другими взрослыми, не бери конфетку у взрослого, не надо идти с кем-то куда-то прогуляться со взрослыми. Абсолютно правильно вы учите, но нужно донести до детей одну простую истину. На улице существуют очень плохие люди, которые могут сделать с вами очень плохие вещи. И от этого нужно отталкиваться. Какими видами единоборств вы вообще посоветуете заниматься? Существует множество единоборств, которые подходят для самообороны. В принципе, занимаясь любым видом контактных единоборств, у вас уже будет шанс как-то себя защитить. Одним из таких единоборств является израильская система рукопашного боя Кравмага, где основная задача не победить на соревнованиях своего партнера, не выиграть чемпионат там какой-то, а задача как раз научить вас самообороняться на улице. Начиная от ударных техник, заканчивая видами борьбы в партере, и также мы обучаем правильно пользоваться средствами самообороны, где вас этому нигде не научат. Мы учим пользоваться и яварами, куботанами, газовыми баллончиками, при этом даем вам базу, которая сможет вам помочь. Так в чем же отличие от других единоборств? Основное отличие это у нас является легкость обучения. Мы берем с любого возраста, начиная с 16 лет и дальше никаких ограничений нет. Мы берем и в 30, и в 40 человек любой физической формы может прийти и за короткое время обучиться самообороне. Базовый курс рассчитанный на полгода. За это время мы вас научим, как правильно себя защитить. Сейчас набрала оборотов такая популярная тема, как киднеппинг. Это похищение детей с помощью соцсетей. Очень часто родители выставляют фотки своих детей, подписывают имена своих детей. В таком случае родители дают подсказки злоумышленникам, как похитить их ребенка. Сейчас я вам приведу пример. Например, девушка сделала пост, где фоточку своего ребенка выставила и имя ребенка. Этого достаточно, уже два фактора, чтобы повысить шансы на похищение ребенка, как минимум на 100%. Злоумышленник знает, как выглядит ребенок. Он знает имя. Этого достаточно, чтобы подойти на площадке к ребенку и сказать, привет, твою маму зовут Таня, пошли, ей плохо стало, надо проехать в больницу. И любой ребенок пойдет, поверьте. Как вот быть с подростками? Ведь чаще всего, по моим наблюдениям, пропадают девушки. Я вам могу подсказать несколько вариантов. Первый вариант, когда идет девушка на свидание с каким-либо парнем, что ей мешает при встрече с каким-либо парнем взять телефончик и сделать с ним селфи. И эту фоточку отправить кому-то из родителей, кому-то из друзей. Мы, как минимум, должны быть видимы для остальных. Человек должен знать. Пример привожу простой, я всегда привожу. Если я еду куда-то с незнакомыми людьми, я перед тем, как сесть в машину, я делаю селфи напротив машины или фоткаю машину с номером машины и куда я еду. Точно так же моя жена, когда она едет с работы, она садится в такси, она фоткает номер машины таксиста. По крайней мере, если человек пропадает, мы знаем, с кем он был, мы знаем промежуток времени, где его искать, и шансы на то, чтобы человека найти, увеличиваются. То есть вы говорите, что родители должны знать как можно больше про соцсети и что там делает их не ребенок? Абсолютно верно. Очень сложно, конечно, будет контролировать соцсети детей, потому что ни один ребенок никогда не даст вам логин и пароль. Но существуют программы шпионы, которые можно ставить. Можно как-то договариваться с детьми. Но я рекомендую, чтобы родители знали, чем дышат их дети в соцсетях. Это, ну, они сейчас все выставляют. Сейчас проконтролируют ребенка, достаточно зайти в его ленту, посмотреть, что он выставляет. То есть контроль соцсетей является безопасностью детей.